Друзья, приветствую вас! Рад видеть на моем канале. Сегодня я решил снять видео рецепт приготовления вырезки со сливочно-грибным соусом. Я давно обещал сделать этот рецепт своей хорошей знакомой Маше с канала Настоящая Жизнь. Ссылочку на их очень интересный и увлекательный канал о жизни в деревне, о козах, о сырах и всяком разном смотрите в описании. К данному видео. Вырезка, пожалуй, самая ценная мышца, самая ценная отрупа любого практически животного. Будь то свинья, будь то барана, будь то бычок. Потому что эта мышца единственная, которая практически не принимает никакого действия в работе мышц животных. За счет этого она получается очень нежная, мягкая и просто великолепная. Но, к сожалению, этой мышцы очень мало в любой тушке. То есть, например, вот была свинья около 100 килограмм. Но в ней две вот таких вот вырезки, где-то 550-600 грамм всего. Поэтому эта мышца столь ценна и нравится многим кулинарам и поварам. Из нее можно приготовить много разных интересных блюд. Сегодня будет одно из таких наших любимых блюд. Это свиная вырезка с грибным сливочным соусом. Ингредиенты проще не придумаешь. Соответственно, сама вырезка чудесная, замечательная. Лук, черный перец, ароматный, душистый, чистый. И морская соль. Все. Вот залог успеха данного блюда. Простота. Вырезка продолговатая мышца, в которой практически нет никаких жиров, пленок, каких-то грубых моментов. Поэтому очень долго готовить ее и мариновать в каких-то сильных ядреных маринадах для размягчения мышц нет никакой необходимости. Во-первых, что мы сделаем? То есть, по вырезке по всей идет, вот вы видите, да, сверху всегда пленочка. Это вот единственная такая пленка, которая есть в данной мышце. Она сверху ее покрывает. Ее мы, конечно же, обязательно срежем, потому что при термической обработке, жарке, запекании, эта мышца будет скукоживаться, сжиматься, тем самым она будет выдавливать самые нежные, самые вкусные соки из наших кусочков мяса. И мы не достигнем нужного нам результата. Поэтому нещадно срезаем эту пленку с вырезка. Вырезка представляет из собой цилиндр, да, на одном конце он узкий, на другом чуть более широкий. И заканчивается таким скоплением мышц, да, которые кулинар-повара называют голова. То есть вот и всегда мы зачищаем пленку от узкого конца к голове, к широкому концу. Тогда у нас не будет задираться волокна мяса. Пленочка легко снимется. Вот, смотрите. Раз. И очень легко мы ее срезаем. Да. А если мы будем счищать в обратном направлении, ну вот я сейчас покажу, то начинают задираться мышцы, волокна мяса, чего нам категорически не нужно допускать. И вот основная большая пленка. Также мы ее срезаем, подрезаем. И в завершение вот еще последний кусочек этой пленки. Удаляем. Удаляем нещадно. Вот. Смотрим, если где-то у нас остались еще при разделке мясником небольшие жиринки, их также отрезаем. Отрезаем. И зачищаем до конца нашу вырезку. Она получается вот такой вот нарядной, такой красивой, чудесной и замечательной. Голову, в принципе, я стараюсь тоже всегда срезать, убирать, кидая фарш или еще куда-то. То есть, в данном блюде она нам не нужна. Нам нужна чисто сама по себе мышца. Вот еще одна небольшая пленочка. И вот здесь вот кусочек пленки. Все. Из хвоста вот. Мясники тоже стараются, как бы, не очень чисто зачищать вырезку, по причине того, что это достаточно дорогой отруб. он очень ценный, и им хочется продать его как можно больше. Чудесно, замечательно. Это мы убираем, а с основной мышцей сейчас будем работать дальше. Чудески, она достаточно крупная, полкилограмма мяса после зачистки осталось. Делим его на три части. В принципе, в зависимости от того, какая у вас там сковорода для дальнейшего обжаривания, можем делить на две части, можем делить на четыре. Здесь уже смотрите по ситуации. В принципе, можно как бы брать ее и целиком, если там условия позволяют. Вы уже сами сможете сориентироваться под те условия, которые мы потом дальше покажем в видео. Я же разрежу на три части. Раз, два, и, соответственно, более узкий хвост. Три части. Теперь что? Теперь, соответственно, мелко нарезаем лук. Можно его было бы пропустить на мясорубке, можно было бы бжикнуть блендером или натереть на терке. Здесь уже смотрите, как вам удобнее. Из-за одной луковички маленькой мне, например, не хочется заморачиваться, чтобы мыть, чистить после этого. Если, например, когда я делаю много такой вырезки, или готовый шашлык, куда нужно много лук, то я обычно там пользуюсь блендером в несколько заходов, да, потом его помыл, как бы лишний раз не рыдать надо луком, вот. Еще какой момент, вот, например, у меня домашний хороший лук, а в магазинах в последнее время идет лук, я не знаю, что с ним происходит, какой там химический состав, мне как бы друзья уже неоднократно говорили, и я сам как-то покупал, попадал, кислотность этого лука просто зашкаливает, видимо, там какие-то удобрения или что-то при выращивании его происходит, добавляют, что вот он настолько ядрен, настолько остр, настолько кислотен его сок, что он разрывает мясо, потом хлещ, чем даже киви, да, то есть вот киви для меня вообще самая нелюбимая вещь для маринада, а вот в последнее время попадается лук, который даже хуже киви, поэтому будьте внимательны и осторожны. Клубого мяса у меня одна маленькая луковичка весом 50 грамм, это как раз там 10% от веса мяса. Перца либо черного, либо смесь перцев берем по вкусу, то есть в среднем это где-то там около 1 грамм на килограмм приблизительно, то есть немного. Перец должен оттенять мясо, как бы давать легкую ароматику, но не делать его острым-острым. Соли в таких блюдах я использую обычно 1 грамм или 10 грамм на килограмм, соответственно в данном случае это будет 5 грамм на одну вырезку. вот они наши три кусочка чудесных замечательных, да, вот они нежные, отличные. Теперь их что делаем? Просто солим, перчим и отправляем в вакуум. Вот такие три чудесных замечательных кусочка отправляются мариноваться. Сейчас мы их смешаем с луком, запечатываем в пакете и завакуумируем. Мясо мы посолили, поперчили, добавили лук, закинули все это в пакет и теперь вакуумируем. Мясо мы завакуумировали и теперь на 2-3 часа отправляем его в холодильник. В принципе ничего страшного, если вы отправите его и на ночь в холодильник не будет. Возможно будет даже вкуснее, так как оно лучше промаринуется. Но из опыта хочу сказать, что 2-3 часов вполне достаточно для такого нежного и замечательного мяса, как вырезка. Ну а соответственно, если у вас нету вакууматора, не беда, делаем все те же самые операции, помещаем мясо просто в какую-нибудь миску или лоток и отправляем на чуть большее время в холодильник промариноваться. Ну вот пока мясо мариновалось, я лишился большей части волос на голове и на лице, но это не помешает нам закончить наш замечательный рецепт. Теперь приступим к сливочно-грибному соусу. Соответственно, нам потребуются сливки и грибы. Это основные компоненты данного соуса. Сливки беру я стакан 330 мл, самых жирных из доступных, это 33% жирности. в принципе можно брать менее густые сливки, например, там 20% и немного загустить соус потом в дальнейшем мукой. Но лучше возьмем сразу хорошие жирные сливки. Основными грибами у нас будут шампиньоны, такие вот чудесные, меленькие, хорошие, красивые, 200 грамм. Из них грамм наверное 160-170, может 150, я порежу мелко и обжарю, а несколько грибов оставлю для красоты целиком, это самые меленькие грибы. Теперь первым делом я беру белые сухие грибы, именно они дадут нам аромат грибов, потому что шампиньоны, какие бы они ни были чудесно и замечательные, не имеют особо никакого грибного запаха. Поэтому берем сухие грибы, белые, 10 грамм нам будет достаточно, и заливаем их кипятком буквально на 15-20-30 минут. Ну вот, я нарезал грибочки, а самые такие классные, меленькие, замечательные, вот, видите, такие, ух, отличные, оставил для украшения сервировки. Соответственно, белые грибы у нас замокают, отмокают, от них идет великолепный сейчас аромат. Ах, просто можно с ума сойти, как пахнет вкусно. Ну, а теперь соответственно будем жарить наши шампиньоны. Я предпочитаю жарить на топленом масле. И, наконец, наши деревенские друзья начали делать его в достаточном количестве. И в нашей области Доброслава мы его будем скоро предлагать и вам. Из специи добавим черный перец и мускатный орех. Ну, и, конечно же, соль. Все, больше ничего нам не надо. Ну, вот, наши грибочки уже практически поджарились. Теперь можно добавлять сливки. Сливки добавляем, прогреваем наш соус вместе с грибами. После этого добавляем наши сушеные предварительно замоченные белые грибы. Снова прогреваем. и после этого мы будем соус взбивать, чтобы получить однородную такую хорошую структуру. сливки сливки сливки. То есть, если используем хорошие жирные сливки, то выпаривать длительное время нет никакого смысла. Необходимо только прогреть сливки, чтобы они взяли вкус специи и грибов. Добавляем белые грибы и прогреваем вместе с ними дальше соус. И сейчас соус приобретет вкус грибной, насыщенный, чудесный и замечательный. Чуть-чуть побулькает. Все это мы перемешаем буквально одну минутку. долго тушить, выпаривать не стоит. А теперь пробиваем соус блендером буквально 30-40 секунд до полного измельчения грибов и превращения соуса в однообразную гомогенную пюре массу. соус получился вот такого нежного кремового цвета. Освещение у меня тут не самое лучшее, поэтому не знаю насколько хорошо видно. И дальше есть два варианта. Если хотите получить воздушную такую очень-очень нежную структуру, вот какая у него густота, как у средней густоты сметаны приблизительно. Вот. Если хотите получить такую нежную нежную структуру, то необходимо протереть его через сито. Если же попадание маленьких маленьких возможных комочков от грибов вас не сильно смущают, то соответственно ничего страшного. Вот как и я. просто теперь его прогреваем. Тем временем, пока мы взбивали блендером наш соус, оставшиеся грибочки мы поджарили вот до такой вот румяной корочки. Соединяем их вместе с основным соусом. И теперь наша задача осталась только прогреть. Сейчас мы это все прогреем, доведем до кипения, размешаем, выправим соль, если необходимо подсолим. То есть вот смотрите, раз, в соусе будут попадаться такие вот интересные целые грибочки. Это очень вкусно. И еще смотрите, такой момент. Отвар от белых сухих грибов я не выливаю. Соус получается достаточно много, за один раз он не съестся, поэтому он будет при последующих разогреваниях загустевать. Поэтому, допустим, завтра я захочу с чем-нибудь подать этот соус, с каким-то другим мясом, или просто покунать у него там хлеб, лаваш или что-то еще там полить макароны. Я добавлю вот этого вот грибного отвара. Вот он. Не выкидываем его. Смотрите, какой насыщенный цвет, как у хорошего коньяка. И соответственно прогрею снова. И у меня будет готов отличный соус. То есть этот соус очень удобно делать заранее. Ну вот, видите, пошли булочки. Соус прогрет. Все. Выключаем плиту и начинаем сервировать наше блюдо. Разогреваем сковороду с небольшим количеством сливочного масла на большом огне, чтобы мясо сразу начало поджаривать. Ну вот мы прогрели сковороду с сливочным маслом. И на раскаленном сливочном масле на высоком жару обжариваем наше мясо. Весь лук, который был в маринаде, мы с него встряхнули, чтобы он не горел и не мешался. Мясо предварительно где-то часа за два до того, как его готовить, я достал из холодильника. То есть если бы мариновали всего на два часа, то можно было просто его не убирать в холодильник. Оно должно быть теплым. А теперь соответственно мы обжариваем мясо со всех сторон до румяной корочки. есть не до готовности мяса, а до подрумянной корочки. Вот видите поджарился. Опа переворачиваем. Сейчас нам просто необходимо чтобы мясо запечатывалось красивой ароматной сливочной корочкой. Мясо с одной стороны поджарилось, теперь поджариваем его с другой стороны. После этого немного прижарим торцы мяса и если какой-то широкий край не прижаренный будет, также прижарим. То есть мясо максимально со всех сторон должно быть запечатано в корочку. Долго жарить не нужно, то есть там буквально по одной полторы минуты с каждой стороны. Для этого нам нужна хорошо разогретая сковорода. Мясо выкладываем после обжарки в керамическую любую миску, втыкаем в него для контроля температуры термометр, чтобы не смотреть на каких-то костных признаках готовности. А будем четко контролировать температуру. Закрываем фольгой и ставим в разогнетую предварительную духовку до 150 градусов. Ждем достижения 68 градусов по центру вырезки. Мы довели нашу вырезку до 68 градусов в духовке. После этого достали ее и дали минут 10 полежать, не открывая фольги. За это время температура дошла до 70 градусов. Мясо полностью готово. Начинаем его нарезать и сервировать. Мясо вообще нежнейшее. Если приблизить, получится сочится все. Нарезаем тонкими ломтиками. Смотрите. Видно? Настя? Ну да. Вот он. Сок, сок, сок. Слегка даже розоватый. И это никоим образом не кровь. Это именно мясной сок. Если учили в школе анатомию, то должны представлять, при какой температуре сворачивается кровь и как она выглядит при достижении 60-70 градусов. То есть это самый-самый смак, самый мясной сок, то, что дает сочность. Ну, а теперь давайте пусть у нас будет допустим кусочек пол 4 и соус, который мы готовили. Вот они, грибочки цельные. Приятного аппетита! А мы сейчас будем дегустировать. Ну, а теперь самый главный, самый важный момент дегустация. Я даже не стал никого из своих главных дегустаторов звать, буду пробовать сам. Грибочек, соус. О, прелесть! Очень рекомендую, повторяйте. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok